У кировчан дежавю под водой, дороги и дворы с неба, дождь стеной и град. Не успели коммунальщики привести город в порядок после недавнего урагана, как над Кировом вновь сгустились тучи. Сильный ливень прошел сегодня до обеда. Молния ударила в опору ЛЭП. В результате два садоводческих товарищества в районе Порошина и Талица остались без электричества. Сейчас на месте работает ремонтная бригада. В этот раз, вероятно, перестраховавшись с появлением над городом туч, сотрудники МЧС объявили иметь его предупреждение. Под воду вновь ушел перекресток Ленина и Азина и Карла Маркса в районе Ботанического сада. Впрочем, очевидно, сегодняшний дождь принес значительно меньше разрушений, чем ураган, бушевавший два дня назад. Тогда за 10 минут на город обрушилась половина месячной нормы осадков. Ветром было повалено больше 200 деревьев от обрыва проводов. Тысячи жителей области остались без электричества. Потоками воды смыло тротуары на Ленина. Новый асфальт на проспекте строителей. Восстанавливать предстоит и лестницы на набережной. Спустя сутки глава администрации дал оценку работы всех служб по ликвидации последствий урагана. По мнению Александра Перескокова, все ведомства действовали четко и оперативно. Буквально за ночь от упавших деревьев удалось расчистить все трассы и восстановить электроснабжение. Тем не менее, сделать успели не все. Упавшие деревья еще предстоит распилить и вывести, а не упавшие оценить с точки зрения безопасности для жителей. В результате урагана были повреждены крыши 300 жилых домов. Их также предстоит отремонтировать в кратчайшие сроки. Так что усиленный режим работы для всех служб жизнеобеспечения не снимается.